Всем привет, ребята, с вами Андрей Чент и это ваше любимое шоу «Обмен с женами». Если это так, то поддержите это видео лайком, с радостью, читая ваши комментарии. Сегодня в программе... Help me, please! Русско-австрийский обмен. Песень, ты тренки? Я по-русски. Сколько стоит купить жену? И заказал я. То есть у нас сегодня будет прям уже глобальный рынок уже, да? То есть русско-австрийский. Мне хочется сбежать отсюда. И зачем ее менять? Я устала, ты понимаешь? Сможет ли домохозяйка из России угодить австрийскому инженеру? Эмили, убирайся. Я не знаю, как Оля справляется. А жена из-за границы справится с русским мужем. Самый скандалный обмен сезон. Это реально был шок. Смотрите прямо сейчас. У нас прям... Не страшно здесь находиться. Махач, я так понимаю, будут. Тут австрийские женщины. Ну давайте, мы готовы. Австрия. Родина Моцарта и Венского Штуделя. Именно тут, среди альпийских лугов, расположился уютный город Филлах, где уже 4 года живет семья Мюллер. Инженер Йохан, домохозяйка и бьюти-блогер Ольга и малышка Эмили. Познакомились Йохан и Ольга в интернете. Можно сказать... Так, я так уже понимаю, что Йохан, ладно, австрийец. А Ольга, так, наверное, раньше жила в России, но как бы вышла замуж и живет теперь в Австрии. Любовь с первого лайка. Имама блогер. Поскольку я заканчивала факультет иностранных языков, я решила поехать в Германию на языковые курсы к подружке. И, конечно, мне нужна была практика немецкого языка. Ну и пока вот я, собственно, подружке-то жаловалась на то, что мне нужна вот эта практика, она тайно зарегистрировала на сайте знакомств. Таким образом, я вот нашел Олю электронный адрес, чтобы вот смог ей написать. Стоил денег. Акция была как раз. Можно сказать, что ее дешево урвал. Потраченные на сайте знакомств деньги. То есть вы поняли, да? Все-таки эта штука работает. Когда хочешь написать девушке, была акция. Я просто слушаю. Была акция, чтобы написать девушке. И я решил, пока это горячие предложения. Куплю, в общем-то, чтобы... Бля, люди платят, чтобы написать сообщение. Вот это жесть. Вот реально. И стали инвестиции в семейное будущее. Кто-то на первом свидании целуется, а я даже ручку не даю. Я сказала, что 17 свиданий не меньше. Чтобы я поняла вообще, хочу ли я быть с этим человеком. А папа-то с запросами. Спасибо тебе. Ой, Эмили. Я называю себя и даже не стыжусь, потому что немножечко замороченная такая мама. Мне сложно очень оставить Эмили с кем-то. Лучше пусть она будет рядом. Какая-то буква. Эмили. Эмили. Какая-то. Молодец. Для меня важно заниматься с ребенком, читать книжки. И обязательно диафильмы мы смотрим, потому что мы мультики не показываем. Да, диафильмы смотрите. Она называет мукой. Это у нее как мультики. Ну, это сейчас многие из моих подписчиков смотрят. Что это? Ну да, раньше вот такие были фильмы. Я думал, что это уже прям где-то в музеях стоит. Но не! О! Но, увы, просмотром диафильмов романтика в семье Мюллеров и ограничивается. Вот именно в недоем не хватает, чтобы вот так пойти. Не просто в ресторан, а может быть потанцевать куда-то. С ребенком это точно невозможно. В Австрии для этого существует... ...новейшее изобретение человечества. Няня. Но Ольга этим новшеством не пользуется. Пока не готова оставить ребенка и пойти с мужем тусить. Вообще мы уже настолько приспособились отдыхать втроем, что в какой-то степени нас это устраивает. Признаться честно, да, ну, меня так и такое не устраивает. Это семейное... Нас так это все устраивает, мужик. Меня это не устраивает. Но ей кажется, что нас это устраивает. Мы этого хотим. Муж не хочет, но мы хотим. Я немножко в этом смысле эгоист. Как это знакомо. Я хотел бы больше для себя. Больше проводить именно вот наедине с ней время. Нас это устраивает. А это Саратов, где, как известно, немало золотых огней и холостых парней. С одним из них нашла свое счастье Улья... То есть есть, в общем-то, Иваново город невест, а есть Саратов город... Мужей? Мужьев? Ульяна Сахно и стала домохозяйкой. Продавец автомобилей Максим Амангалиев не только обеспечивает финансовое благополучие семьи, но и воспитывает дочь Ульяны от первого брака Милану. Познакомились мы в кофейне благодаря Милане. То есть Максим подошел ко мне знакомиться, но так как я с ребенком, я не располагала настроение вообще на какое-то общение, но при этом они с Миланой нашли общий язык. Он показывал мне фотки своего кота. Мы как-то подружились с ним, и я уже... Когда мы стали уходить, на ушко, мама об этом не знала, сказала ему, что фан ей позвонил вечером. И с тех пор они начали встречаться. Совет Миланы был мудр. Пара вместе уже пять лет, но так и не оформила свои отношения официально. Мне кажется, я идеальная жена. Максим, видимо, еще этого не понял. Я не считаю, что штамп в паспорте является каким-то основанием. Люди, которые живут вместе, они должны... Стандартная практика мужиков. Полностью понимать друг друга, полностью устраивать, чтобы в их отношениях была только гармония. О гармонии в семье каждый заботится по-своему. Ульяна занимается творческим поиском, а Максим зарабатывает на это деньги. Ульяна, а соль где? Я думала, ты взял, сейчас дам. Нет, ты нож дай мне так же. Себе ты нож взяла? Тебе дать что-то еще? Да, конечно, салфетки. Чем же руки-то утирать? Лан, ты отрышься в телефоне? Ты мне сейчас батарейку уже посадишь. Я же не первый раз сел за телефоном. Слушай, Лен, кетчуп еще принеси. Раздражительность у него возникает абсолютно ниоткуда. Она может возникнуть на ровном месте. Где-то ему не так что-то сказали. Может быть, не уделили какое-то внимание. Раньше у меня был записан Максим Гроза. Потому что он был слишком взвой. Это его минус. А в семье Мюллер напротив полный штиль. И чтобы хоть как-то себя развеселить, Ольга завела блог. При этом в Австрию я начала задумываться о том, что нужно вести блог. Естественно, я нахожусь в декретном отпуске. Это возможность самостоятельно достигнуть каких-то вещей. У меня заказали рекламу. Мне заплатится это. 160 евро. Опять ночью будешь заседать, да, до поздна? Все, вопрос пошел. Я думаю, мы вместе время проведем. Это мой рост. Это рост моего блога. Но вместе с ростом популярности блога растет и уровень загрязнения в квартире. Полная рака, Ирина. Ванечка, прости. Ну ты же знаешь, что я потом это загружу. Я сейчас пост выставлю, все сделаю, все свои дела. И потом снова загружу в посудомоечную машину. Ладно, сам сделаю. Конечно, я это понимаю. Но я как перфекциониста, у меня должен быть всегда порядок. Все на своих полочках. Я скажу, что я тоже, между прочим, очень аккуратная. А почему ты разбрасываешь туда вещи? Ну вот, я не могу объяснить. В итоге-то вечером всегда час туда и порядок. Всегда? Оля, ну вы хотя бы к моему приходу-то можете меня в чистоте встретить? Да, ну ты можешь мне помочь, пожалуйста? Я и так помогаю. Я на работе устаю. Еще прихожу домой, тут эти вот уборки меня вообще не устраивают. Здравствуй, я тоже устаю. Я хочу, чтобы ты меня понимала. Что ты устаешь? Я приготовила кашу, приготовила ужин. Я целый день провела с ребенком дом. Ты просто вообще неправильно себя ведешь. Я устала, ты понимаешь? Я нахожусь целыми днями с ребенком однам. И я настолько устаю, я просто выжатый лимон. Даже один крик Эмили в конце вечера может вывести просто из себя, и я могу оказаться в полном обстошении. Мое мнение такое, Оля чересчур часто заглядывает в свой телефончик. Ну потому что это моя работа, я не могу по-другому. Ой, сколько лайков мне пришло, ой, работает ли хэштег? Я бы хотел, чтобы Оля просто эффективнее немножко использовала свое время. Оля блогер. Оля работает. Чуть-чуть по-другому. Мы вместе с мужем вместе с мужем, но три года в браке. У нас вообще такой подходит преломный момент, как бы к кризису. У нас ссоры происходят. Это стандартное, вот вы знаете, вот третий год в браке самый сложный, вот четвертый вообще никак не похожий на третий, но третий вот такой бред. Я хочу, чтобы Аня понял, что я не хочу упускать это время декретное, хочется развиваться и идти вперед. Не хочу потом оказаться у разбитого корыта. В Саратове Максим тоже боится остаться у разбитого корыта, ведь зарабатывает он один, а нецелевых расходов слишком много. Ты мне давно обещал ролики, давай их купим. Какие именно? Вот такие хочу. Стой, размер посмотрю. Угу, давай возьмем их. А может с самокатом он лучше? Как думаешь? Вот этот хочу. В плане шапоголизма это и есть, к сожалению. Я пытаюсь ограничивать в приобретении каких-либо ненужных игрушек, потому что эти игрушки, они устаревают, и ребенок через месяц перестает в них играть. Ну, она мой ребенок, и мне всегда хочется поощрять ее желания и делать ей приятное. Ульяне хотелось, чтобы и муж тоже выполнял все ее желания, а не заводился по всяким пустякам. Опять все лежишь? Булочки греешь, что ли, свои? Ты собаку-то покормила хоть? Ну, вообще покормила, да. Ну, молодец. Пало не убирало, не мыло еще, ничего. А что, должно сегодня было убирать? Ну, я смотрю, просто грязненько стало. Может, поднимешь свою попочку? На данном этапе меня не устраивает в Ульяне, скорее всего, то, что человек не хочет в какие-то моменты меня слышать или слушать. Не убирает. Это говорит о чем? Это говорит о неуважении к человеку. Хотя так смотришь на квартиру, вроде все и чисто, нет? Я тебе, знаешь, что, кстати, не сказала? Нас на свадьбу пригласили. Да ты что? Да. К кому? Не к нам. Наше будущее с Максимом на сегодняшний день я вижу не совсем определенно. Надеюсь, что проект может нам посмотреть друг на друга с другой стороны, может быть, прислушаться в чем-то, может быть, от чего-то даже отказаться от нашей совместной жизни. И для начала Ульяна и Ольга готовы отказаться от семейного уюта и ради сохранения семейного счастья скорее поменяться мужьями. Даже не знаю, что брать мне с собой. Бери с вами все. Юбку, я думаю, однозначно возьму, потому что я надеюсь, что все-таки там будет тепло. Ну ты особо не наряжайся тоже. Ты как на дефиле прям набираешь. Эмили, мы тебя в чемоданчик тоже, да, оформим. Поедешь с мамой? В Владивосток какой-нибудь отправят маму сейчас? Возможно, вот эта поездка мне тоже даст какое-то понимание того, что смогу ли я вот ребенка оставлять хотя бы. Ну, батя, вы знаете, вообще акцент не немецкого кого-то, не австрийского, не знаю, хотя имя ни хрена там не славянское. Там пару часов с той же няней. Наверное, жена поднотаскала хорошо. Вот сейчас вот, наверное, показатель. Матрешка. Ты только веди себя хорошо, ладненько? Угу. Давай. Ну давай. О, какая мадама. Давай. Ой, ты мой маленький. Я хотела бы попасть в теплую страну, где все прекрасно, где все цветет. Очень бы не хотелось попасть в какую-то маленькую деревню, где помимо детей есть еще домашние животные. Такой момент, волнительный для меня. Саратов. Филах. Или Филах. Я даже не знаю, что это город, поселок, но это явно не мегаполис, судя по названию. Саратов. Вот это да. Ни разу там не была. Знаешь, что это большой город. Это меня радует. Ольга возвращается в родную страну, а Ульяна направляется в пугающую неизвестность со странным названием Филах. Были мысли от слова Филах. Они мне ассоциировались с Филиппинами, но это оказались не Филиппины. Прямо одно и то же. Ну, Евросоюз. Европа. Ну, привет, Россия. Родина моя. Какой-то воздух даже другой. Если сравнить с Австрией, то контраст существенный просто. В Австрии все очень кукольно, красиво, аккуратно. А Саратов производит впечатление такого немножечко унылого города. В смысле? Это хай-тек. Далее в программе. Соревнование. Соревнование. Название худшей мамы проекта. Какое-то тяжело. Потерять ребенка. Милана! Что за наказание-то мне? Чем она вообще думает? Или рисковать его жизнью. Меньше знаешь, крепче спишь. Поскольку я приехала в Россию, ожидаю попасть в квартиру. Возможно, в панельном доме. Я так понимаю, это деревня австрийская. Ну и мужа я почему-то представляю тучным мужчиной с большим количеством детей. Мне бы хотелось увидеть мужа, который будет смотреть в глаза и понимать, что я хочу. То есть, по ее мнению, в Европе живут жирные мужики, у которых много детей. Но перед тем, как познакомиться с новым мужем, для начала неплохо было бы найти свой новый дом. Красиво, красиво. Так. Дом номер 33. Наверное, там. Очень странное место. Тут вообще кто-то живет. Оу, извините. Дом. Помогите мне найти дом. Хеллоу. Хаус номер... Драй-драй. Три-три. Оу. Хелп ми. Хелп ми. В Австрии люди неприветливые, то есть, они не готовы идти на контакт с незнакомыми людьми, помогать в поиске адреса. Но если это правда, то это странно. Возможно, вы и помогли, если вы поняли, что именно хочет от них Ульяна. А в Саратове найти нужную квартиру оказалось гораздо проще. И это несмотря на то, что он больше Филоха в сто с лишним раз. Так, посмотрим, что же тут у нас. Какой большой подъезд. Вот она сама дверь. Так, кто здесь такой ждет? Боже мой. Бобик. Я с животными не умею обращаться. Желательно хотя бы выгуливать. А, что даже выгуливать не надо. Что ты наделал, малыш? Скажу честно, я не обрадовалась, потому что я очень не хотела, чтобы в квартире... О, какой коридор, бля. Вот знаете, вот никогда не понимал вот такой вот планировки. То есть, коридор объем забирает дохрена, вот согласитесь, но в этом коридоре ни хрена не поставишь. Если что-то поставишь, какой-то шкаф, вообще места не будет. И вот типа вот дебильная планировка. Домашнее животное. Потом, когда я увидела, что она сделала лужу, меня это еще больше расстроило. Ну, дождемся ума мужа, который, конечно же, это уберет, потому что я этого делать не буду. Проблемы Оли ерунда по сравнению с тем, с чем пришлось столкнуться Ульяне. Она до сих пор не может попасть домой. Так, дом номер 33. А вот он, кстати, и дом. Асфальт ровненький, красиво. Вход вообще непонятно, где здесь. Нет, это точно не здесь. В итоге я ходила и искала его кругами. Для меня это очень странно. Hello, life exchange family. Там мой новый муж. Go upstairs, go. Go inside here? Inside the house. Куда? Куда? Мы здесь снялись на пальцах. Я пыталась объяснить, куда мне надо, кто мне нужен. Она, на удивление, не отказала в помощи и проводила меня до двери. Тут даже приветственную ленту мне повесили. А, так это как комната получается. Квартира, комната. Да, тут все так очень компактно. Я не думала, что люди в Европе живут настолько в компактных квартирах. Да? Вот она, девочка. А это, наверное, бабушка. А это что, вся квартира? Комната, совмещенная с детской. Они либо спят все вместе, либо, может быть, я не знаю, сейчас обнаружу еще какую-то комнату. Тут всем вместе поместиться абсолютно нереально. Где я буду спать, я не знаю. Скажу честно, спальня мне не нравится. Она слишком темная. Темные обои, они так давят. А кровать такая маленькая. Здесь я одна помещусь. Как они вдвоем здесь помещаются? Я, честно сказать, даже не знаю, но он, мне кажется, явно не австриец. Она, может быть, австрийка, а он какой-то грузин. Здесь у них что-то еще есть. Ой, тут щебень под ногами. Хотя, бля, виранда эта музыка даже прикольна. Есть мангал. А, если он, кстати, грузин, он, наверное, шашлык здесь готовит им постоянно. Почему грузин? Я такая большая, кухня просторная, холодильник. Так, что же тут у нас есть? Вижу фарш, сосиски. Сосиски детям. Боже мой, что в этой семье? Ребенок кушает сосиски. Блин, ты что, сосиски это святое, бля, не только их дети жрут. Это вкус детства. Это ненормально, это нездоровое питание. И это говорит жительница Австрии, страны сосисок. Так, а тут это, я не умею с этой техникой обращаться. Есть и хорошие сосиски. Очень просто много еды. Они, видимо, едят только дома и готовят исключительно сами. Я немного расстроена и немного напугана, что мне придется, наверное, ему готовить. Так, а вот это что такое? Это не должно стоять здесь. Это не место на кухне. Собака, это, конечно, друг человека и, возможно, член семьи, но для меня это абсолютно неприемлемо. Собачка, ты, конечно, меня извини, но ты теперь будешь кушать там. Надо руки помыть. Но, может, прежде чем наводить свои порядки, стоит посмотреть в семейный устав? Итак, наша семья. Мама Ульяна Сахно, домохозяйка, 31 год. Папа Максим Мангалиев, 37 лет, продавец автомобилей. Дочь Милана, 10 лет. Мама и папа под разными фамилиями. 10 лет они находятся у них в браке. Мне кажется, это ненормально. Наша семья. Мама Ольга Мюллер, 32 года, домохозяйка, блогер, супермама. Если она Ольга, я предполагаю, что она, возможно, русская. Просто русская замуж за папу Йохана Мюллера. Он инженер. Не кажется тебе, что Йохан Мюллер вообще никак не по-грузински звучит? Вот не Йохан Мюллерич Вилли. 66 лет. Дочь у них Эмили, 2 года. И Рузины Йоханом не называют. С маленькими детьми я лажу, но заниматься с маленькими детьми я не люблю. Семейный бюджет 120 евро. Это порядка 8-9 тысяч рублей. Живу достаточно скромно. Семейный бюджет 20 тысяч рублей. Получается 250 евро в неделю. На мой взгляд, это очень хорошая сумма. Идем дальше. Так, обязанности мамы. Быть идеальной мамой и идеальной женой. Воспитывать дочь. Ходить за покупками. Готовить. Я не знаю, как я буду справляться с этими обязанностями. Воспитывать дочь. Контролировать, чтобы она не сидела в телефоне и не зависала с приставкой. Гулять по магазинам. Но если она шпоголик, то тогда, конечно, ничего хорошего в этом. Убирать за собакой. Я этого делать не буду. Пусть собака засрется. Показывать дочке диафильмы вместе с мамой. Ни в коем случае не показываем мультфильмы. Вот этот момент, мне честно сказать, вообще непонятен. Обязанности папы. Обеспечивать семью. Следить, чтобы все вели себя хорошо. Я так понимаю, что папа здесь главный. Это неправда. Представляю, там у ребенка одноклассники или в садике. Кто смотрел? Там Маша и Медведя. Ну какие-то мультики. Не, я смотрела про репку 67-го года выпуска СССР. Мамка мне диафильмы включает. Такие картинки, слайды. Я не знаю, что такое Бэтмен. Я знаю, что такое репка. У Ольги слова не расходятся с делом. Она решила сотворить для семьи что-нибудь хорошее. И для начала очень хорошо открыла холодильник. Сейчас котлеты приготовлю. Обрадую будущего мужа. И девочка хоть покушает. А то питаются только сосисками. Так что это за фарш с виной. Котлетки получатся немножко жирные. Ольга объявила войну неправильному питанию. А Ульяна встречает своего австрийского мужа. Здравствуйте. Я зовут Йохан. Привет. Ульяна. Привет. Привет. Привет в Остерии. Моя дочь Эмили. Ты серьезно? Ты умеешь говорить на русском языке? Причем с таким акцентом, что хер поймешь, что ты Йохан. Ты решила от бабы поиздеваться? Привет. Наша новая заменная мама в черном платье приехала. Выглядела так, что она вот с похорон. Я просто не знал, как отреагировать. Мы хотим, чтобы мы в кухню идем и пить немного Те. Я по-русски. Есть английский? Немного английского? Нет. Окей. Пить немного Те? Окей, окей, да. Он говорит либо на немецком, либо на английском. Это не мой вариант. Это не мой случай вообще. А тебе сколько лет? Так вот, да? Ты гуляла? Да. Да? Ты говоришь по-русски? Да. Ух ты. А где вы были? На море. Если честно, то меня зовут Иван. Ага, очень приятно. В смысле Иван? Ты же не Иван. Это же очень приятно. Я тоже разговариваю по-русски. Так что мы можем... Меня обманули, да? С самого начала. Немножко разыграли. Я ни в коем случае не люблю скучных людей. Ну, Йохан стал Иван. Если у человека есть чувство юмора, это классно. Скажите, пожалуйста, где моя жена сейчас? Мне вот очень интересно. В России. В Саратове. В Саратове? Да. Вы знаете такой город? Да, я знаю. А вы сами из России? Родился в России, да. Вы и Ольга, да. Да. А почему вас зовут Йохан, если вы из России? Если вот перевести Иван в немецкий, это будет Йохан. Дети есть? А-а-а, вот. А я думаю, странно, бля, немец Йохан, а говорит так, что Йохан и Бабай. Вообще не скажешь, что немец. А ты Иван, Ака. Так говори прямо, ты Иван, а тут ты Йохан. В Китае ты юху какой-то там будешь, господи. У меня есть дочка, да, ей 10 лет, поэтому кашки варить. Я думаю, нифига себе акцент у чувака. А вы как к этому относитесь, кашку сварить, например? Я давно очень ее не варила, поэтому боюсь просто... Я аж удивился. Ребенку не понравится. Меня это насторожило немножко, потому что у Янии надо было оставаться с Эмилией наедине. Я немножко запереживал. А тем временем в Саратове Максим и Милана подтянулись на запах свежепожаренных котлет. Ну, где же наша новая, женатая? Здравствуйте. Здравствуйте. О, здравствуйте. Меня зовут Максим. А меня зовут Ольга. Очень приятно. Приятно познакомиться. Приятно познакомиться. Когда хочешь, чтобы тебе руку облизали, а он не хочет руку твою облизывать. Как будто поцеловать, но вроде не поцеловать, уже просто обнялись. Этот неловкий момент. Милана, очень приятное имя. Проходите. Проходим. Я для вас ужин приготовила. Спасибо. Да, мне понравился этот жест, цветы. Но меня цветами так просто не подкупишь. Да. Чего ты кормила-то вообще? Кстати, насчет собачки. Я скажу честно, я не умею обращаться с домашними животными. Да ты чего? Я как пошла в дом, я сразу почувствовала запах. Вы пеленку за ним убрали? Я не буду этим заниматься. Чем? Я не буду убирать за вашим малышом. Просто приехала принцесса на горошине, брать за собакой. Тем более, это маленькая собака, маленькая пеленка. Ничего страшного нет. Все печерка у вас. Еда малыша вашего, я переложила ее в коридор. Еду в коридор? Да, потому что... Нет! Здесь же кухня, она с нами дома. Конечно. Это мой сынок. Он не должен там кушать. Я поставил миски назад. Если Оля еще раз так сделает... Ты сказала? То я сильно обижусь на нее. Ну, это она так очень мягко сказала. А так вообще нахрен ноги переломает. Кстати, где же моя жена-то? Она уехала в солнечную Австрию. Да ты чего? Ё-моё. И она в очень даже хороших руках. Ну, я думаю, ты в руках не хуже. А может быть, даже лучше. А мы это посмотрим. Нифига себе, сколько ты мне котлет нажарила, а? Да, я, кстати, сделала их побольше, чтобы не остаться голодными. А ты намекаешь на то, чтобы мое пузико еще больше росло? Нет-нет-нет, я намекаю на то, чтобы питаться здоровой пищей и чтобы еда всегда была в доме. То есть, вот, например, сейчас мы покушали, остальное можно заморозить. Заморозить? Готовую еду? Готовую еду заморозить. Это так в Австрии делаете? Да. Это очень даже европейский подход. Все так делают и проверено на нашей семье. Ну, извините, но кому будет приятно есть там еду, полуфабрикаты, которые готовы там, лежат в морозилке там день, два, три, четыре, пять. Ну, я согласен, если заморозить приготовленную еду, ну, это вкус совсем другой по сравнению с тем, когда оно свежее. Я считаю, это еда, это невкусно. Милана, ты идешь? Я недавно кушала, я пока ездить не хочу. Хорошо, только ты, самое главное, не играй в компьютерные игры. Хорошо. Ну уж, разберется, девочка взрослая у нас. Если не сложно, подашь кетчик в нем в холодильнике? Нет, возьми, пожалуйста, сам. Ну, что в этом сложно? Супруга, она всегда ухаживает, понимаешь? Мужчина в России, это как маленький ребенок. Для меня муж, это мой паравный партнер. Женщину нужно уважать, я уже села за стол. Ну, мужик, ты реально лентя, или ты комедию ломаешь? Я почувствовала прессинки, мне это очень понравилось. Максим воспринимает женщину как какую-то мамочку, домработницу. Но пока Ольга живет по чужим правилам, придется оставить австрийские традиции и не только новому мужу кетчуп подать, но и чай заварить. Ой, спасибо, конечно, все было очень... Относительно вкусно. Ну, понятно. И хотел себя попросить, налей, пожалуйста, ванну. Хочу искупаться. Получается, ты такой вот прямо царь, ты ходишь с работы, жена все для тебя делает, там, потом ты еще и ванну принимаешь. Папа, папа, папа... В России нужно уложить Максима в ванну, а в Австрии Эмили в кроватку. Ульяна, мне пора укладывать. Может быть, рано еще? Уже время. Время только десять. Да, но у нее режим, да, я тебе помогу диван разобрать. А я здесь буду спать? На кухне? На кухне, да. А ты видела, сколько у них места? Ну, то, что кухня, это я понимаю, места мало, поэтому так. Я еще хочу. А что ты хочешь, Эмили? Икать. Она хочет, вот видишь, играть, а ты ее хочешь уложить спать. Я предлагаю, чтобы мы поиграли здесь, посидели. А ты можешь идти спать. Нет, так не пойдет. Смотри, Ульяна, ты сейчас приехала в нашу семью, поэтому извини, надо спать. Не выделывайся, да? Я считаю, это неправильная позиция. Должны быть определенные порядки. Постельное белье. Я тебе сейчас покажу, как диван разбирается. Подержи, пожалуйста. А подушка какая у меня будет? А вот, смотри, вот как раз тут лежит. Это же, по-моему, такая диванная. Хорошая подушка. Ну, ладно, ну, конечно, помимо того, что ты не даешь мне даже подушку, нормальное белье, блин, даже не поглаженное. Ну, на подушке, конечно. Я без фанатизма, но... А ты кто? Постельное белье гладит? Но постельное белье, оно просто жеванное, как будто бы его стиралки достали вот таким комком. Да так и сделали. Я очень сильно отношусь к постельному белью, чтобы оно было чистое, чтобы обязательно было все разглажено, разложено, и чтобы на него было приятно ложиться. Когда ждут гостей, хотя бы можно было подготовиться. Эмили, ну что, мы скажем тете, что сейчас спать пойдет? Пока. Пока, спокойной ночи. Обнимешь тетеньку, тетю Ульяну? Обнимешь? Спокойной ночи, Эмили. А в Саратове не до сна. Максим не может уснуть без волшебной ванны. Что тут такое случилось? Боже мой. Максим. Да он. Что тут случилось такое? Кто-то обосрался. Подойди, пожалуйста. Эх ты. Что тут вообще случилось такое? Ничего себе. Милан. Судя по тому, что я так понимаю, наверное... Милан. Ты порисовала и вылила краски? Да. Тогда надо быть ванную? Да. Я пошла дальше фотографии смотреть. Подожди, Милан. Так вот. Ну и что тут особенного? Взяла бы, да и помыла ванну. О, ты девочка офигевшая, можно сказать. Сейчас дам тебе резиновые рукавицы. Я так понимаю, девка нормально, в общем-то, считывает все со своего отчима. Все будет хорошо. Мужчина должен женщине помогать. Насрать на все. Моя семья, ванная комната и чистотой и порядком вообще занимается мой муж. В нашей семье это делает моя жена. Поэтому я рассчитываю, что ты, как моя жена, поможешь мне в этом направлении. Будь любезна. Жду тебя, когда ты ванну мне нальешь. Где вообще это видно, чтобы в России мужик взял тряпку и пошел мыть ванну? Потом что, почти горшки что ли мыть? Если там в Австрии это делают, если бюргеры там это моют, ну пускай они это моют. То, что просит меня Максим, я этого делаю. Противный мужик. Ну тут так ополосну и все. То есть для него, понимаете, стыдно ванну помыть и пора, что вы шо, бля? Срать-то, конечно, я первый, в общем-то, главный сырун страны. А помыть не, мужики так не делают. Что останется, это уже не мои проблемы. Мне кажется, что жена Максима очень покладистая девушка. Потому что Максим уже ставит ультиматумы и манипулирует. Засрали ванну. Я думаю, что он очень агрессивный человек. Ты только не злись на папу, он на самом деле хороший. Ну мы посмотрим, насколько он хороший. Такой же демон, как и ты. Первая ночь в Австрии для Ульяны была недолгой. Ее новые домочадцы оказались ранними пташками. Доброе утро. Доброе утро. Как спалось? Отлично, если бы меня не разбудили. Мы вместе позавтракаем, не наработать. Ты же завтрак накрыл? Нет, сейчас вместе накроем. Все, гулять. Гулять? Ну давай позавтракаем хотя бы, потом пойдем. Для меня это очень забытое чувство, когда я просыпаюсь от того, что вокруг меня шум, гам. Ребенок прыгает на кровати. Садись к папе сюда. Ты же любишь кашку, да? Скажи, хочу кашку, хочу кашку. Вообще утром у меня муж завтрак готовит. Везет тебе. У вас наоборот, да? Да, жена заботится. Ульяна, мне сейчас на работу надо. Сегодня ты проводишь день с Эмили. Твоя задача такая, сегодня надо закупиться. Я тебе запишу адрес магазина, в котором мы закупаемся. Ты съездишь, также там тебе список. А на чем я поеду? Права есть у тебя? Да. Я тебе ключи оставлю. Я на велосипеде сегодня на работу поеду. Желаю вам хорошо провести день. Спасибо. Тебе тоже хорошего дня тогда на работе. Спасибо. Вечером ждем тебя дома. Ульяна тебе сейчас кашку сделает. Настроение с утра не задалось, потому что Иван ушел на работу, оставил меня с маленьким ребенком. Мне пришлось варить кашу, хотя я на немецком ничего не понимаю. Это вообще нужно варить или не нужно? Мне кажется, это каша быстрого приготовления. Что? А, Мишка упал, да, у тебя? На, Мишку, держи его, а то он плакать будет. То есть у них спальня, кухня в всем месте. Не плачь, Эмили. Пойдешь смотреть со мной, как каша варится? Только не трогай здесь все горячо, хорошо? А что ты плачешь опять? Варенье хочешь, да? Сейчас будет. Начала плакать Эмили, я ничего не успевала здесь, везде валялись игрушки на полу. Это было похоже на дурдом. Как это тяжело. Эмили, а что ты плачешь? Не плачь, пожалуйста, а то я не знаю, что мне делать с тобой. На кашку, на кашку. Не горячая она? Вкусная? Каша моя, не айс? Я не знаю, как Оля справляется с этим совсем. Когда у меня ребенок был маленький, я занималась ребенком, но мне помогали няни. Пока Ульяна безуспешно пытается накормить Эмили, в Саратове Ольгу никто не тревожит. Милана, доброе утро. Доброе. Чем ты занимаешься? Играю в компьютерные игры. И как в чате ты играешь? Каждый день. Ничего себе. Конечно, это плохо. Девочка должна заниматься какими-то интересными творческими делами. А где твой папа? Он сейчас уехал по делам. И, кстати, сегодня мы идем с тобой в торговый центр снимать видео. Так, ну-ка расскажи мне подробнее об этом. Видео, покупая канцелярию с закрытыми глазами. Ну, хорошо. Это кто у вас там а-ля типа блогер? Я да. Прошли те времена, когда в магазины ходили за покупками. Теперь туда ходят за новыми постами для блогов. Поэтому вперед покорять вершины соцсетей. Мое отношение к юным видеоблогерам, я не могу сказать плохое, это игра в какой-то степени. Мне хотелось, чтобы Милана поучаствовала. Давай, закрывай глаза. Я беру тебе... А, так подожди, кто эту идею придумал? Что-то ни хрена не понял. Газарку. И начинаю снимать видео. Ну что, пойдем? Девятырин-то сама. Вот. Как ты думаешь, что это такое? Понятия не имею. Тебе это нравится? По правилам, я не должна брать предмет, если я его еще не отгадала. Ну, это... Это для рисования. Макать кисточку. Так, давай, я тебе помогу. Выбирай что-нибудь еще. Это клей. Как ты думаешь, он тебе нужен? Да. Мне было очень прикольно остасоваться с Олей. Это было очень весело. Мне кажется, челлендж в магазине прошел хорошо. Чего ее не отправили в отдел, там, где бухло стоит? Она такая, так, это Хеннесси. Повязку и смотри в корзину. Ты довольна своим челленджем? Да, я довольна. Я очень рада. Пойдем теперь посмотрим игрушки? Пойдем. Жаль, что так мужику нельзя прийти в автосалон. Так, так, так. Это, это, по-моему, релик, да? 20-го года. Э, 63-й. Покупаем. Да. Да, открытыми глазами шопинг явно приятнее и намного масштабнее. И что же ты хочешь? Хочу. Хочу. А что это такое? Там будет большой питомец и много аксессуаров. Она же, посмотри, какая дорогая, Милан. А мне мама с папой всегда покупают, так что мы его берем. Ой, бля, разбалованная какая. А еще я хочу консервную баночку. У меня тоже его никогда не было. Хочу вот такую всякую кукуку. Зачем тебе это все? Милана, как? Для красоты. Я зажралась. Что это такое? Противная малая фуба. Как в них играть? Если бы Милана выбрала какие-то игры. Разбалованный ребенок. Я бы с огромнейшим удовольствием купила бы что-то. Извини, пожалуйста, Милан, но я тебе это все равно не куплю. Потому что деньги достаются очень сложным путем. Давай мы это оставим. Я хочу... Малая обломалась. Сейчас такая устроит истерику. Я хочу купить тебе настоящие развивающие игрушки. Ты куда пошла? Ты с... Господи, не дай бог кому-то таких детей, бля. Ой, я не знаю. Бля, жесть. Ей сложно будет в жизни. Это ненормальное поведение, я считаю. Ребенок так не должен уходить, психовать. Я думаю, она мне не купила игрушку, потому что она жадина. Ведь у нее были карманные деньги. Даже большие деньги. Но пока Ольга тратила карманные деньги на развивающие игрушки, Милана в магазин так и не вернулась. Что за ребенок такой? А, сразу видно, разбалованная девочка. Убежала и теперь не знаю... Так по факту там семейка вся такая, нутрирована. Это там возмущается, жена... Не знаю, спать на таком. Мужик вообще тоже принеси мне кетчуп. Набери мне ванную. Баба должна делать все. Ребенок такой же. Ну, знаете, там вот каждый друг друга стоит. Где ее искать? Ой, да. Ужас какой-то. Да, очень испугалась, потому что она бежала в неизвестном направлении. У меня случился нервный срыв. Ситуация вышла из-под контроля. Вот она, цена некупленной ерунды. Как по мне, типа, она этого всего научилась от своего отца. Ну, такого, скажем, отчима. Ольге приходится в панике метаться по торговому центру, пытаясь найти сбежавшего ребенка. Милана, ну что это такое? Что за наказание-то мне? Милана, что ты себе позволяешь? Ты вообще понимаешь, что ты наделала? Что, если бы с тобой что-то случилось сейчас? Ты понимаешь, что я за тебя так волновалась? Я вообще не знала просто, где ты. Я потеряла тебя. Ты понимаешь это, Милан? Вставай, пошли. Сегодня мы будем разговаривать с папой, и что-то нужно делать. Если бы я была реальной мамой этого ребенка, у меня был бы очень серьезный разговор. Потому что, ну, это своего рода манипуляция. То есть это избежание какой-то ответственности. А тем временем Ульяна и Эмили тоже едут в супермаркет, чтобы закупить продукты на всю неделю. Давай я тебя посажу. Сейчас поедешь, как большая. Как эта техника работает, и как тебя мама пристегивает? Мы поехали так. У меня не получилось ее пристегнуть. Мне непонятно. В смысле? Это должны делать два человека. Но пристегнуть ребенка – это еще полбеды. Теперь бы разобраться с... Она просто посадила ребенка в кресло, не пристегнувшись. ...механической коробкой передач. Ну ничего страшного. Чуть-чуть мы с тобой подзаглохли. Но это ерунда. Едем дальше. На первой скорости, если что, доедем. А дверь закрывать? Нахрен надо дверь закрывать? Мы там ездим при открытой форточке. Пожалуй, в Филохе нужно поставить новый знак. Осторожно на дороге Ульяна. Посмотрим, что по списку нам нужно. Киса. А это рюкзак, смотри, ты знаешь? Тебе нравится он? Да. Да? Ну давай, возьмем его. Корзину пластикового хлама. И я не стала их покупать. Все правильно, Уль. Я тебя полностью поддерживаю. Давай пятерочку. Ты молодец. Я думаю, что это больше было на словах. Он меня поддержал, потому что он понимал, что ситуация действительно неправильная, некрасивая. И он в этой ситуации выглядит как плохой отец. Раз его дочь так поступает. Я оставила все игрушки на кассе. И она психанула. Она ушла просто вообще в неизвестном направлении. Я испугалась, у меня такой стресс был. У нас таких случаев не было. Мне на самом деле очень хочется в это верить. Странный какой-то случай. И почему-то он произошел именно сегодня, именно в вашей ситуации. У меня просто реально был шок. Ну как это у матери здравомыслящий ребенок чуть ли не пропал? Куда она могла смотреть? Ну если у матери здравомыслящий пропал ребенок, значит проблема, возможно, не в матери, не? Чем она вообще думает? Ну может быть, так предположить. А у Яны ребенок никуда не пропадет из запертой квартиры. Но все равно приходится смотреть в оба. Эмили, не разбрасывай, пожалуйста, игрушки. Эмили, так нельзя делать. Да, там просто стоит за кадром мужик с камерой. Говорит, давай, давай, сыпь, сыпь, давай, давай. Ну-ка, собирай быстро. Потому что он в окне, чувак отражается, Уася с косичкой. Эмили, малыш, ну не хватит. Пойдем туда? Ну, Эмили, я сейчас тоже реветь уже буду от всего происходящего. А пойдем мультики посмотрим. Ты смотришь их? Да. Пойдем. Какие мультики? Там только диафильмы. Бежим. Бегом, бегом. Бегом, бегом. Эмили мне удалось успокоить только с помощью мультиков. Это табу в их семье. Но у меня выход... Малая такая, думаю, боже, это же шедевр. Боже, я забахала смотреть эти гребаные картинки в 80-е годы. Если бы не мультики, не было бы супа. Либо суп, либо мультики. Привет. Привет, проходи. Как дела у вас тут? Ну, сейчас стабилизируется. Эмили, ты муку смотришь? Ты будешь кушать? Да, а почему она мультики смотрит? Потому что я готовила суп. Я считаю, что это неправильно. Это на данный момент была панацея от всего. Эмили, ты меня извини, но мультики сейчас смотреть тебе не надо. Пойдем. Иван. Не, ну это... Вот видишь, это все из-за мультиков такое происходит. Этого все мультики виноваты, бля. Не было бы мультиков, не было бы проблем. А почему так? Вот, потому что она еще маленькая, не понимаешь. Пойдем, пойдем к папе. Я сдержался, но внутри я кипел. Потому что я знаю, выключить мультики у ребенка произойдет стресс. Теперь надо вот не включать просто мультики. Ну, пойдем, покажешь мне, что ты приготовил. Ну, давай хотя бы на кухню с собой возьмем. И пойдем все вместе туда. Она будет кушать, и ты будешь кушать. И я, конечно, никак не думала, что такое может произойти. Но я думаю, что это связано с тем, что запретный плод, он всегда сладок. Давай сейчас нагрудник Эмили оденем сразу. Ульяна, я вот когда сейчас приехал домой, встретил соседку. И она мне кое-что сказала, что меня вот шокировало. Это правда, что вы когда поехали закупаться, ты Эмили не пристегнула? Да. Нет, конечно, Иван, ну ты кому веришь, соседям? Значит, соседка ошиблась. Ну, она скорее не ошиблась, а обманула тебя нагло. Обманула. Ну, реально, я тебе доверяю. Это засало, признаться? Маленький ребенок. Иван, успокойся, присаживайся, поешь. Хорошо, я... Ты злой, голодный, злой. Ну, да. Бля, жрю, семья какая-то дебильная, блядь, брехуха вот эта вот, блядь. Ты что, впадла признаться? То есть засало или что? Я ему соврала, а что мне оставалось делать? Я не хотела ругаться. Я считаю все-таки, меньше знаешь, крепче спишь. Счет по расстроенным детям 1-1. Может, завтра девушкам удастся исправить ситуацию? Без комментариев. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Я сейчас на работу собираюсь, хотел тебя попросить. Мне накопились несколько рубашек мятых, чтобы ты их просто покатила. Как только тебе рубашка понадобится перед работой, я готова это сделать. Отлично. Но сейчас целую гору там вещей я гладить не хочу. У меня есть сейчас одна майка, которую сейчас собираюсь переодеть. Погладь ее тогда. Хорошо, поглажу. Футболки дома я не глажу, потому что у меня нет времени на это. Скажем так, после стирки я ее раскидываю таким образом, что она действительно остается в очень хорошем состоянии. Она сама гладится. Вообще, я считаю, что это пустая трата времени. Это глашка. Согласен. Придумали это вот. Одел нормально рубашку такую вот мятую. Сейчас стиль такой пошел. Называется мятый стайл. Чтобы вот так все было скомканно. Вот это очень сейчас сексуально становится. Вот правда. Вообще беспонтово это все. Максим! Гладит что-то. Я старалась. Смотрите далее. Да это хрень какая-то, параша вообще. Кто сможет найти общий язык? Ты блин, Ваня, вообще что-то ку-ку. А кому придется выживать в новой семье? Нас там ждет файт! Ну, как ты? Ну, все хорошо? Что за пятна такие? Утюг пшикнул, и такие пятна образовались. Слушай, ну идут вот рукава тоже мятые. Ну как я в ней пойду-то, Оль? Ну здесь всего-то совсем чуть-чуть. У тебя что, ты муж тоже, что ли, ходишь? Я сделала пятна. Я сделала это случайно. Ну то есть ты признаешься? Перед мне это не я даже сделала, а твой утюг. Так что какой же ты вообще мужчина, когда в доме такой утюг? О, понесла. Ты знаешь что, если бы я сожгла эту майку, я думаю, что второй раз ты бы точно не попросила меня погладить. Слушай, ну это вообще таз. Я от тебя такого не ожидал. Забирай эту майку и... Ну все, спасибо тебе за работу. Спасибо. За свой жизненный опыт я ни разу не встречал такого человека, который в быту и в каких-то домашних условиях не мог сделать элементарные вещи. Меня заставляет задуматься, а что тогда ты умеешь делать? Вот, например, жена Максима, Ульяна, отлично умеет спать. Ульяна, доброе утро. Да, доброе утро. Тут вот одна задачка для тебя есть. Какая? Смотри, вчера посылка пришла для Оли. Надо это вот отснять, отфотографировать, в общем, для ее блога. Можно? Оля, да. Оля здесь оставила инструкцию, здесь все описано. А когда я буду снимать ролик, Эмили, где будет? Так она с тобой будет? Вот смотри, Оля здесь оставила свой телефончик. Тут уже все настроено, батарейка заряжена. Держи, пожалуйста. Извини, мне сейчас надо на работу идти. Прекрасного дня. Меня ждало очередное приключение. Записывать видео про маникюрный набор, про инструменты. Так как я человек творческий, мне, в принципе, интересно все творческое. Мне это очень понравилось. Но интересное задание, увы, не отменяет бытовых забот по дому. Эмили, на, водичку. Я чай попью. И надо, наверное, что-то перекусить, я думаю. А, вот йогурт, кстати. Блин, а это каша оказалась рисовая. Будешь кашку рисовую? Смотри, какая вкуснятина, да, с малиной? Да, малиной. Я бы такой съел бы. Нравится тебе, да, каша? Да. Ну, значит, такую кашу сегодня и будем есть весь день. В жизни я вообще стараюсь облегчать все, не только быт. И если есть альтернатива сваренной каше, то есть специальное детское питание, можно им покормить. После завтрака сытая и довольная Эмили вместе с Ульяной отправились снимать ролик для блога, который пополнит бюджет семьи Мюллер аж на 160 евро. Конечно, если Ульяна справится. Дорогие подписчики, сегодня Оля не будет, буду с вами я и хочу вам презентовать вот такую штуку в этом наборе инструменты для домашнего маникюра и педикюра. Сегодня я его буду тестировать на себе, но, судя по количеству инструментов, на мой взгляд, их здесь не хватает, поэтому на качественный супер маникюр не рассчитывайте, чтобы... Вообще, молодец, что тут она рекламу сделала от бренду? Вы знаете, бренд, конечно, говняненький, на качество не рассчитывайте, но покупайте. Наборчик так себе, но, по-моему, про колокольчик вообще будет бомба. Получится, то, скажем, и получится. Все будет по-честному, и я вам покажу тот результат, который у меня получился. Очень давно задаюсь сама себе вопросом, в чем можно себя пробовать, чтобы мне это понравилось, записывать какие-то видео и вести блоги. Прикольно, возможно, я тоже этим займусь. Эмили, пожалуйста, не кидай мне мяч, у меня идет съемка, не мешай, пожалуйста. Что, Эмили? Так, подписчики, пардон, меня зовет ребенок, ее нужно прокатить на горке. Давайте, наверное, вместе с вами это сделаем. И сейчас мы продемонстрируем, как мы вообще катаемся. Пробуем. И-и-и, только не упасть, самое главное. Все, слази. Классно? Через полчаса, как и обещала, протестирую инструмент и покажу, что в итоге получилось с моими ногтями. До встречи. Ульяна, вероятно, забыла, что рекламировать нужно маникюрный набор, а не Эмили. А в Саратове Ольга встречает гостей. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Давайте знакомиться. Я новая жена Максима. Ольга меня зовут. Я Олег, папа Ульяна, дедушка Милана. Будете сам чай пить? Буду. Так, значит, вы новая жена моего зятя, да? Да. А где же его старая жена, моя дочь? Вы знаете, она сейчас в Австрии с моим мужем и с моей доченькой маленькой. Ладно, я пошла. Ну ты далеко от не уходила, ладно? Ты здесь же будешь? Да, думаю. Хорошо. Милана, раз ушла, то я с вами не могу не поговорить на такую тему. Максим с Ульяной живут в гражданском браке. А в этом плане? Вы бы хотели, чтобы они поженились все-таки? Ну если они придут, обоюдно к этому. Заради Бога. Я, в принципе, с своей женой, пока мы не слишком старые, наверное, еще бы дождаться. Хотя бы одного еще, внука, может, внучку. Ну на то все, наверное, воля Божья. Максим не женится на Ульяне, на мой взгляд, потому что его все устраивает. У него жена домохозяйка, которая прислуживает ему и потакает всем его желаниям. Зачем ему штамп в паспорте? Ну, Оленька, спасибо за чай. Все было очень вкусно. Ну, дочь мою, верните назад в Россию. Не беспокойтесь, все будет хорошо. А Ульяне так понравилось веселиться с Эмили, что домой они вернулись лишь под вечер. Эмили, ты почему в сапогах ходишь вообще по дому? Иди-ка быстро раздевайся. Нет, я не хочу. Ну ты что, ты почему себя так всегда ведешь? Снимай сапоги, а я тебе сок. Пану пришел, давай. Пошел обмен. Относить, прятать сапоги. Привет. Да, привет. Привет, Эмили. А я хочу сок. Сок? Да, Эмили сейчас, я сок ей налила. Ты разбавила водой его? Зачем? Мы ей такой сок просто не даем. Почему? Там еще много сахара. Давай с водичкой разбавим быстренько. Ну подразбавь, ты же более пришел. А чего тут беспорядок опять такой? Почему беспорядок? У нас же посудомойка есть. Ты же могла загрузить просто туда. Ну в ночь загрузим. Борщ будешь? Борщ, ну это разве борщ? Это бич-пакеты какие-то. А чем ты кормила сегодня, Эмили? Слушайте, а я ведь реально ее кормила так утром. Так сейчас-то уже почти спать ей пора. И ребенок весь день голодный. Ребенок на диете. И так пить нагуляла. В какой-то момент я вот уже недоумевал, кто к нам приехал. И мне казалось, что сама Ульяна просто вот разбалованная. Готовить она не готовит. С ребенком заниматься, сидеть в юге не очень получается. Тогда семейка веселая. Ульяна, ну ребенку тоже надо горяченького кушать. Ты что пилишь меня, а? Я тебя не пилю. А как это называется? Я просто ребенка защищаю. Это я должна тебя пилить. За что? Ты каждый вечер приходишь и начинаешь. Неправда. По уставу тебе надо заниматься ребенком, кормить, развивать и блогом заниматься еще. Я сделала все настолько, насколько смогла. Иван приходит вечером с работы и постоянно с какими-то упреками докапывается до мелочей. С моей точки зрения, мне кажется, он разжигает конфликт. А Ольга в Саратове, напротив, не хочет разжигать конфликт и готовит мужу на ужин яичницу, которую он обычно ест на завтрак. О, ты сейчас будешь махать? Максим, я приготовил ужин. Отлично. Садись. Спасибо. Приятного аппетита. Кого-то с таком воды приедет. Ты знаешь, к нам дедушка в гости приходил. Да ты что? Да. Мы с ним пообщались так даже очень хорошо, по душам. Он мне сказал, что он очень хочет внука или внучку. Все должно идти своим чередом, Оль. Да. Я считаю, что непосторонних это дело. Я пока не готов ни с кем делиться. Ты со мной не хочешь пока об этом говорить? Нет, нет. Все верно. Перед тем, как начать что-то указывать другой семье, научись сама делать вначале элементарные вещи. По дому и по быту. Твой муж будет просто этому безумно рад. Слушай, я вот пришел домой, и я опять увидел за чипом грязные пеленки. И уж не к столу, конечно, сказано. Его какашки. Ты целый день была дома, и ты не могла за ним убрать? Я уже говорила, что я не буду этим заниматься. Ты вот к нам приехала в семью, вот к нам, по нашим правилам, и живи. По своим правилам живи в Австрии. Нравится тебе там, ну, ходить с ней, убирать его. Извини, пожалуйста, в моей семье таких слов мы даже не произносим. Ну, извините, это у вас там у бюлгеров так не производят. А у нас в России могут еще и матом сказать. Для чего ты приехала, если ты ничего не умеешь делать, как хозяйка? Зачем ты мне здесь нужна? Ты просто в моих глазах, как женщина, просто упала. Сделай что-то, чтобы я тебя уважал. Будь женщиной. Я приготовила тебе ужин, я вложила душу. Родная ты моя, если ты приготовила мне яишенку, которую я готовлю в 10 раз лучше, это не значит, что ты там как-то целое детство я укрепи готовила. Чем ты сейчас апеллируешь? Это что, это праздничный ужин? Да это хрень какая-то, параша вообще. Я это есть вообще не буду. Выкидывай всю эту фигню. Ты кого из себя вообще возомнила, а? Какого мужчину? Где он вообще этот мужчина? Где я? Ты кто вообще? Ты вообще как разговариваешь, а? Слушай, ты хрень. Это просто, вот просто, я не могу просто до сих пор прийти в себя. Мне хочется сбежать отсюда, и мне хочется защиты, чтобы меня обняли, приласкали. Яйца ему не понравились, блядь. Душу в яйца вложила, блядь. А он... Страшно здесь находиться. Женские слезы действуют на мужчин безотказно. Собака. И Максим все же решил пойти на примирение. Все нормально, просто, видишь, есть контры какие-то у нас. Все нормально, просто яйца в голову гуляют. Будет просто для всех, я тебе скажу, что это хорошее. Ну, девушка, все-таки. Наступил четвертый день проекта, и жены готовы озвучить новые правила для новых семей. Иван, все эти три дня мы жили по твоим правилам. Бля, красивый вид, конечно. И настал тот момент, когда мы будем жить по моим правилам. Что ты сейчас видишь на этом столе? Я вижу детские игрушки. За детскими вещами, самое главное, вы не видите своей жизни. Вы взрослый с Ольгой, и это неправильно. Мое первое правило, наймите приходящую няню, чтобы Оля могла... Детские игрушки подняла набор ключей шестигранников. Детские игрушки, набор шестигранников. Каждый ребенок любит играться набором шестигранников. Им можно раскрутить практически все в хате. Заниматься своими делами и уделять время тебе. Ты принимаешь это правило? Да, Ульяна, я принимаю это правило. Даже с вами интересно, как это будет. Я отнесся к этому открыто, но должен сказать, что все равно непросто оставить ребенка с чужим человеком. Правило номер два. Я думаю, ты сам догадываешься, что это диафильм. Я знаю, что это диафильм, да. Я думаю, что вам нужно ослабить свои вот эти вот циски, дать им или доступ к мультикам. А за счет этого у вас будет также дополнительное время провести его вдвоем с Олей. Я готов попробовать и принимаю это правило. Хорошо. И правило номер три, хотя скорее это просьба, отвези меня куда-нибудь в красивое место. Я нахожусь в Австрии. То есть серьезно, то есть она, я думал сейчас будет правило номер три, будь мужиком, что-то в доме поремонтируй и так далее. То есть набор шестигранников на столе, по ее мнению, это детская игрушка, блядь. Блядь. Ты серьезно, блядь. Ты тупая или да, блядь. Ты бы еще туда, бля, плоскогубцы положила, блядь, для ребенка такие, блядь. Походи же, блядь. Пастырию, кроме горшка и плиты в вашем доме я видела абсолютно. Хорошо, я думаю, что мы найдем подходящую локацию. Блядь, детские игрушки. Можем съездить туда. Я считаю, у Ольги самой нужно больше, чаще куда-то выезжать. Здесь реально красивые места, пейзажи. Тем более, это будет полезно для ее блога, фотографий. Просто супер. Я хочу гулять. Эмили, ты гулять хочешь? Может, мы прокатимся на лодочке в честь наших новых правил все вместе? Да, я не против. Мы отправились в удивительное место. Это было озеро. Оно было бирюзового цвета. Мы арендовали лодку. Мы поехали все втроем кататься. Я уговорил Ульяну прыгнуть с лодки. Мы, как два дельфина, в эту потрясающую воду прыгнули и насладились этими позитивными эмоциями. Это просто был взрыв. Все зашкаливало. Ну, красиво, красиво. В Саратове тоже грядут перемены после вчерашнего конфликта. Ольга настроена решительно. А вот Максим не очень. Максим, я не просто так тебя сюда привела, в этот парк. Я жила три дня по твоим правилам. Я сделала некоторые выводы и хочу некоторые правила изменить. Итак, мое правило первое. Скажи нет в диктатуре. Ты не просишь, а ты требуешь. Я хочу, чтобы ты с большим уважением относился к своей жене. Ты принимаешь мое правило? Ну, почему бы нет? Есть у меня какие-то такие недочеты. Но мы все, извините, не идеальны. Мы не можем быть для всех хорошими людьми. Правило номер два. К сожалению, я заметила, что Миланы постоянно играют в компьютерные игры, собирают какую-то пластиковую ерунду. Вместо этого я хочу, чтобы вы покупали развивающие игрушки и записали в какой-то творческий кружок. Ты принимаешь мое правило? Да, принимаю. Третье правило. Максим, ты взрослый мужчина, и ты живешь с Ульяной в гражданском браке уже пять лет. Так. И любая девушка хочет стабильности. Готов ли ты создать с ней настоящую семью? Если ты готов сделать у Ульяне предложение, я жду это приглашение от тебя на вашу свадьбу и буду ждать в Австрии в своем почтовом ящике. Правило готов принять, предложение будет в будущем, да, все верно? Тогда возьми, пожалуйста. Да, конечно. У меня очень пора... Серьезно? То есть ты хочешь, в общем-то, напроситься на его свадьбу? Хотя я чувствую, он тебя, мягко говоря, не переваривает. Я радовала, что ты готов принять правило, потому что я очень хочу, чтобы ваша семья стала крепкой, чтобы у вас все получилось и изменилось только в лучшую сторону. У нас все получится. Правила Ольги рассчитаны на далекую перспективу, а правила Ульяны, напротив, обязательны к исполнению прямо сейчас. Ну, первую пропускаем. Молодая чересчур. О, смотри, с Аргентинии. Приглянулась, да? Нет. По твоей улыбке незаметно. Ульяна, как всегда, немножко так насмеивалась, шутила, но я подошел к этому решению очень серьезно. Как ты считаешь, какая няня нужна для Эмили? Эмили понимает немецкий язык, как она вообще будет контактировать с няней? На данный момент Эмили немецкого языка не понимает. Предлагаю начать с той, которую мы добавили в избранное. Я думаю, ей нужно позвонить и пригласить ее. Жену я уже заказывал по каталогу. И теперь и няню закажу по каталогу. Жену по каталогу. Здравствуйте. Я провела свою семью в окончательную мастерскую что-нибудь слепить. Очень приятно. Я бы хотела, чтобы Максим слепил горшочек, потому что он такой ворчливый. Слушай, а зачем мне горшочек? Он нужен в первую очередь мне. Ну как это горшочек зачем? Возле кровати поставишь, будешь срать в него, чтобы в туалет не бежать. Нет, чтобы все свои претензии, все свои недовольства, все свои ворчания ты вкладывал именно туда. Насколько я лояльный человек, я пошел человеку навстречу для того, чтобы... Ну, ворчание, значит, попробуем сделать это в формате горшка. Чего не сделаешь ради новой жены? Так. Бедная бабаша обосралась. Ага. Ощущение, как будто рыбу руками ловишь. Она у тебя болтыхается еще. Понравится мне, гончаром пойду работать. Кажется, у меня что-то получается уже. И брюки превращаются. Плавным движением. Валя. Да. Я ощущал себя творцом. То есть я своими руками, да, делаю то волшебство, которое происходит. Мне было классно, мне понравилось. Ну как дела у вас, ребята, как успехи? Максим, посмотри, что мы сделали. Я думал, что у тебя будет первый блин комом, но я ошибался. Слушай, это можно уже даже прямо в Эрмитаж отдавать. Пойдемте тогда поставим их в печь. Мы действительно делали какую-то работу вместе, радовались, и у всех все получалось. Я думаю, что это послужит поводом ходить туда дальше всей семьей. Да, вот он, горшочек-то для ворчания. Вот тебе тарелочка тогда. Ты можешь бить эту тарелку, и, может быть, тебе это поможет как-то освободиться от гнева. Какие тебе, Оль? Спасибо тебе большое. Слушай, очень красиво. Я вижу действительно, что у нее есть талант. Она творческая девочка. Просто ее нужно развивать. Я хочу, чтобы Максим и мама сходили со мной еще раз вместе слепить что-нибудь. Ворчание – знак согласия. А Иван и Ульяна встречают долгожданную няню. Халло. Халло. Ты можешь романом. Да, я, да. Халло. Халло. Йоган. Это Юльяна. И это наша маленькая Эмилия. Бля, ну это правда. Немецкие женщины какие-то немного такие. У них мужские черты лица. Это очень порядочная девушка. Серьезная. Что мне очень понравилось. Как будто послала меня. Она говорит, для нее это абсолютно непроблематично. Двое детей у нее, есть опыт у нее. А, ну тогда, если тебе нравится, мне нравится. Не, ну. Спасибо за внимание. 50 евро. 50 евро. Короче, она говорит, что сегодня у нее есть время. И на три часа она бы взяла 50 евро. Эмили, ты поиграешься с тетей? Да. Да? Дай тете ручку. Ни херного, цена так. Ну ладно, ну средняя, наверное. Да, ни я, никогда еще не оставляли Эмили с незнакомыми людьми. Поэтому я очень сильно волновался. Забирайте ребенка. Подожди, до нее попрощаться хотя бы с Эмили? Ну конечно, мы же на две недели уезжаем. Эмили, ты пообнимешь? Да. А, типа ребенка забирают? Поцелуем папу. Они оставляют в квартире, да? Мам. А в Саратове Максим решил не уступать Ольге в оригинальных способах проведения семейного досуга. Скоро мы пойдем уже прыгать. Ну сейчас, Милан, Оль переоденется и пойдем. Сам устал ждать. Ну вот я и готова. Ну наконец-то. Наконец-то. Пойдемте. Я рада, что Максим пригласил нас попрыгать на батутах. Тем самым он выплеснет свою агрессию. И конечно проведет время с Миланой. Я вывью тебя всю агрессию. Иди к тебе. Ну, Оля. Держись. Милана, ты так и молчишь. Люди добрые. Помогите. Девчонки, ты так и молчишь. Мне кажется, Максим, когда прыгал на батутах, он вообще забыл о делах. Он был похож на веселого человека. Прилив сил. Ребята, я готов свернуть горы. Я жалею о том, что мы с Миланой сюда не ходили. И в окна ушел. Я думаю, что мы можем сюда ходить практически каждую неделю. Насчет агрессии это не точно. А то, что Максим выбьет себе грыжу на батуте, почти наверняка. А вот в Филохе ни одного батута нет. Но есть другие способы экстремальных развлечений. Там повеселее. Поскольку Ульяне надо вести сейчас Олинблок и нужен очень интересный контент, я решил устроить Ульяне сюрприз и привез ее на живописное место. Ты же просила какие-то экстремальные интересные места. Вот я тебя привел сюда на Родульбан. Что такое Родульбан? Родульбан это вот бобслей, если перевести это на русский. В моей жизни опыта катания на бобслей летом еще не было. Это страшно для меня. Это Родульбан. Я иду на летний бобслей. Не знаю, что такое будет, но надеюсь, будет прикольно. Сюда? Да, 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 да. Я, честно сказать, не знаю, как на них садиться. Бля, наверное, это крутая штука. И ты со скоростью летишь вниз. Поднимаюсь по этому Родульбану вот на этой штуке. Сейчас она несет меня куда-то туда на гул. Потом я буду спускаться по трассе. Блин. Это у них такие подъемники прикольные. Это, честно сказать, это страшновато немного. Смотрите. Бля, я тоже так хочу. Мы уже приехали. Раз, четыре года. Так, мы, значит, пересаживаем еще куда-то на другую штучку. Как говорится, готовь сани летом. А вдруг вылетишь? Здесь рычаг. Соответственно, я пока его держу, он держит. Я его отпускаю вниз. Мы начинаем. Сейчас просто набирается скорость. Серьезно? Смотри, мама! Маш, я отнимала! Самые главные мобилики в этой красной. Куда будет, я думаю, у меня будет очень больно! Она разгоняется до нереальной скорости. Вот эта телега. Самое страшное – это повороты. Ты заваливаешься то влево, то вправо. Ну, такая, я сказал бы, экстремальная штука. Ульяна! Ой, помоги подняться. Было экстремально? Ну да, было экстремально, было все супер. Мне понравилось приходиться на сани. Ну, скорость не прямо, нереальная, но прикольно. Максим меня абсолютно не поддерживает в таких увлечениях. Но на самом деле это классно, когда совместно, то есть, куда-то ехать, развлекаться. Соглашусь. Витка, я шаббомбически просто вот я смотрю, очень красиво. Потом возвращались домой, но у меня яркие картинки были в голове. Я себе представлял примерно такой же бардак, как был там и с Олей, и с Ульяной. Она сказала, что Эмили себя очень хорошо вела, была спокойной. Чуть-чуть поплакала, когда она ее спать укладывала, но она книжку прочитала, и все хорошо. Ты изначально был против няни, оказывается, это достаточно хорошо, удобно, и вообще положительно только отражается на Эмили. Все-таки я отец Эмили, и всегда переживать буду. Давай, наверное, отпустим человека, чтобы не задерживать тоже. Романа, спасибо. Романа, это все для тебя. Спасибо. Пока. 50 евро за три часа. И жизнь в чужой семье налажена. Можно с чистой совестью идти спать. Я за завтраком почту проверил, и пришел отзыв от заказчика. Я просто, если честно, в ужасе. Там заказчик абсолютно недоволен. Реклама должна была быть рекламой, а не антирекламой. Судя по количеству инструментов, на мой взгляд, их здесь не хватает. Поэтому на качественный суперманикюр не рассчитывайте. Что получится, то, скажем, и получится. Ты понимаешь, что ты подрываешь репутацию Олину? Что ты от меня хочешь? Ну, мое предложение, может быть, ты как-то попробуешь еще раз заснять. Да без проблем. Ваня мне опять говорит, что нужно записать блог. То, что первый не подошел. Очередную проблему, скажем, мне подкинул. Не, ну ты считаешь, что ты реально офигенную рекламу сделал. Ну, блядь, ты тупая или да? Вот серьезно. Не, ну знаете, ребят, набор, конечно, не полный. Не рассчитывайте на хорошее качество. Как бы ссылку оставил, но, честно, я бы не купила бы. Говно. Но, к счастью для Ульяны, проблему решили исправлять все вместе. Так, давай, включая камеру, все, отлично, запись пошла. Мотор. С минимальным таким хом-набором я сделаю классный салонный маникюр. Используем вот эти вот ножницы. Отстрижем ими все лишнее. После этого воспользуемся лопаточкой. В конце, по итогу, запиливаемся пилкой, чтобы не было никаких загусенцев и все было гладко. Я маникюр делала последний раз в 15 лет сама себе. И, соответственно, навыков у меня никаких вообще не осталось. В итоге что-то получилось, но я приеду, пойду делать повторный маникюр. На весь маникюр у меня ушло час 10 времени. Это более экономично и с финансовой точки зрения. Купила я его за 10 евро. Это ты, бля, шо делала час 10? Я не вижу там ни лака, ни хрена. Ты час 10 ногти подстригала. То есть я сделала себе маникюр и сделаю еще неоднократно. Ссылку найдете у меня в профиле. Теперь самое главное, я покажу, какие он испытания... Бля, чувак даже нахрен не снимает. Он говорит, ой, бля, случайно с фото на видео перешел. Похрен, что он там говорит. Как бы мы это нахрен не снимаем. Ну, бля, нахрена вы съемочная группа показали, что он затупил. Они может пройти. Я иду рисовать с Эмили руками. Поэтому маникюрчик держите. Было очень позитивно. Эмили понравилось. Я видел тоже, что Ульяна заряжается позитивом. Я думаю, что это будет в блоге отражаться. Ты, блин, Ваня, вообще, что ты ку-ку? Не смей это делать. Ваня, ты вообще что... Эмили, папину... Эмили. Ваня, как ты сейчас будешь вообще умывать ее? Вот это правило. Папа, как же сделаем личико? Ну, друзья, ну сейчас... Папа, ты прекрасненький. Да. А ты себя видела? Пойдем мыться теперь. Пойдем? Это было мило, даже, в принципе, наверное, немного романтично, как в кино. А с Максимом у нас не бывает таких спонтанных моментов, когда мы можем подурачиться. После того, как Эмили сыграла главную роль в съемках рекламного ролика, она имеет право требовать награды в виде обещанного мультика. Вот, сейчас... Он, знаешь, что ей понравилось? Ты смотрела такой когда-нибудь? Нет. Знаешь, какой классный мультик? Эмили, тебе нравится это? Ты хочешь смотреть это? Эмили. Свинка Пеппа. И все. Ну, бля, я не сказал бы, что это самый лучший мультик. Он реально наркоманский. Вот есть, мне кажется, фиксики. Вот он даже поучительный. Ну, Свинка Пеппа. Ну, такое. Тренизировали ребенка. Просто это очень интересно. Для ее возраста мультик тут объясняют все. Что такое смузи? Это там то-то, то-то. Что такое банан? Это овощ или фрук? Поэтому это отличный мультик для ее возраста. Ты посмотри на графику. Ты посмотри, я хоть что теперь могу с ребенком делать? Ребенок не реагирует. А, все-таки живая, да? Все хорошо у тебя? Ну, ладно, давай, Пеппять. Последний вечер в Саратове Ольга решила посвятить Милане и еще раз показывает ей прелести совместного творчества. Что делаете? Что рисуете? Слушай, мы вот задумаемся сейчас нарисовать приглашение вам на свадьбу. Я же тебе объясняю, не надо лезть в нашу семью. Ты отказываешься от этого правила? Я же что-то не поняла. Разберись вначале в своей семье, а потом уже, когда научишься, можешь попробовать. Я же так и подумал, что хрен ты ее пригласишь, бля. Пусть диктовать и писать правила в другую семью. Слушай, я совсем не диктую, я просто как девушка высказываю свое мнение. Это не твоего ума дело, это наши дела. Я что, почему ты такой грубый? Я пытался быть тобой лояльным, я пытался тебя воспринимать. Ты сейчас пытаешься манипулировать моим ребенком. Не нужно это делать. Я поняла, что нападение, это твоя лучшая тактика. Поздравлять. Да какое нападение, Оля, ну какое нападение. Ты знаешь, я желаю вам близкое несчастья, если вам такое хочу устраивать. Оля, я скажу тебе так, я желаю счастья твоему мужу, потому что вытерпеть такого человека, как ты, вот я ему когда его встречу, пожму руку и скажу, слушай, друг, держись, просто держись. Вот я бы с тобой не смог, извини. Я бы тоже с тобой не смогла, так что, ты знаешь что? Все, давай, пока-пока. Ну я тоже согласен по этой бабе, типа, вот ты берешь нахрен, напрашиваешься на свадьбу, нахрена ты напрашиваешься на свадьбу, видно, что он тебя, блядь, не переваривает. Там да, там семейка тоже по-своему такая, ку-ку откройте, я дома. Вот, но ты нахрена напрашиваешься, я вот уже пишу сама себе приглашение на вашу свадьбу. Мне вот с тобой, это очень тяжело. Я еду в свою семью. Мне, скажу честно, очень страшно рассказывать мужу, как я провела эту неделю, потому что он за меня очень сильно испугается. Потому что особенная баба, если честно. Он такого абсолютно неприемлемый, никто такого не ожидал. Я ехала за каким-то обменным опытом, а получила вот что. Последний день подошел к концу, и семьи готовы наконец-то объединиться после долгой разлуки. Приветик, иди сюда. Приветствую, Максим. Иван, очень приятно. Очень приятно. Ну что, рассказывайте, как у вас неделька прошла. Ну, если честно, у нас на позитиве прошла неделя. Немножко спорили, но хорошо провели время вместе, весело было. А у вас как прошло время? Ой, рассказывали. Рассказывали. Мне сложно рассказывать. А что случилось? Мне было очень тяжело, но я с Максимом, к сожалению, не нашли общий язык. Было много столкновений. И заметила агрессию со стороны Максима по отношению ко мне. Мне было тоже непросто. Так как настоящий мужчина должен попросить у тебя извинения, поэтому извини меня, Оль. Произошло, можно поинтересоваться? Да. Так что произошло? Расскажите. Я ему, можно, набил. Максим проявил некую агрессию, перейдя личные границы, оскорбив меня тем самым. И я просто тоже не хотела себя в обиды сдавать. И ответила ему, давайте закроем эту негативную историю. Каждый из нас извлечет свои определенные выводы. И мы с Максимом тоже должны помириться. Иди сюда. Все будет хорошо. Да. Присаживайся. Ты не думаешь, что происходит? Прекрасная дочка. Спасибо. Я бы вам посоветовала еще больше развивать ее таланты. Ты знаешь, чему научилась Милана за неделю? Благодаря Ольге мы с ней сходили в гончарную мастерскую. Милана научилась лепить тарелки. Милана много талантов, и ее надо просто подталкивать. У нее большое будущее. Спасибо, Оль. Вань, а тебе я хочу посоветовать свою супругу оберегать как женщину. Наймите домохозяйку, наймите кухарку. Пускай человек занимается вашим ребенком, чтобы у вас было только благополучие. А мы уже с Иваном подобрали даже няню. Ничего себе. Успели вы. Эмили с няней. А мужа не божорить? Я тебе, конечно, желаю держаться. Не нужно закапываться вообще в домашних делах. Я к этому стремлюсь. Давайте начнем наши с вами, можно сказать, новые жизни в наших историях. Теперь уже с чистого листа. Согласен. Да, давайте. Месяц спустя мы решили узнать, как изменилась жизнь семей после проекта. И вот какой ответ получили от семьи Мюллер из Австрии. Всем привет. Всем привет. Скажи тоже привет. Привет. Ну что, закончился наш проект. Няню несколько раз уже нанимали. И все-таки действительно это очень помогает. Проводили совместные вечера. Никогда мы больше не нанимали. Не верю. Романтические вечера у нас уже были, да, Эмили? Да. Так чисто на камеру сказали. Я думаю, что нам стоит и дальше перейти калайдет. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Пока-пока. А что изменилось в жизни Ульяна и Максима из Саратова? Привет. Ребята, всем привет. Проекта действительно, да, у меня на самом деле много. И я начала пробовать что-то новое. Сейчас я пробую себя в фотографии. То есть я развиваюсь в этом направлении, снимаю фотосессии. Мне это безумно нравится. Если говорить по отношениям, то отношения с Максимом у нас изменились. И изменились, не могу сказать, то, что в лучшую сторону. Максим, он человек далеко не творческий, поэтому какие-то идеи в таком направлении он абсолютно не поддерживает. Но это мое-мое, и отступать, и бросать. То есть я это не собираюсь. У меня в планах только развиваться, идти дальше и только вверх. Пока. Пока. Короче, по факту мягко сказала, что мы, короче, с Максимом расстались. Прям хэппи-энд получился. О, боги. Я понял. Да. Не, ну я скажу так. Если он реально так себя вел, тоже человек сложный. Да и тут вообще вся семейка была, скажем, не подарок. Ребята, с радостью почитаю ваши комментарии. Если вам нравятся выпуски обмен с женами, поддержите это видео лайком. Я буду чаще и чаще снимать такие выпуски. С вами был Андрей Чент. Всем пока.